Доброго денёчка, товарищи! С вами Беброс, Танцующий Титан, и мы снова вернулись к тому, с чего я начал. Камера внизу, на лаптопе, снимаюсь на телефон и сижу вот так вот, как в принципе и начал. Но суть не в этом. Решил сделать эти такие предновогодние хреновости, где мы обсудим все детали и наладим снова контакт, укрепим контакт и прочее, прочее, прочее. Прошу прощения, если камера немного трясётся, потому что всё это, как говорится, сделано на коленке. Вначале хочу сказать, простите, вот шмыгую носом немного приболел снова. Хочу сказать, что канал живёт и живёт во многом благодаря вам, но у меня всегда были два условия канала, ну так некрасиво по-английски, два условия канала, которые я соблюдал всё это время. Первое условие, я никогда не делаю того, что мне не нравится. Почему? Потому что, когда я делаю то, что мне нравится, когда я делаю своё время, то есть наслаждаюсь этим, эмоции настоящие, то есть даже сейчас я говорю без текста. У меня, конечно, тут списочек небольшой есть, пунктов, о которых я хотел бы поговорить, чтобы не упустить ничего. Но я никогда не был наигранным. И это, наверное, чувствуется, это я, скорее всего, думаю, это то, что привлекает или согревает как-то на моём канале, потому что во многих каналов делают классный контент, классный монтаж, но они делают это не откровенно, они делают это на публику. А я делаю, в первую очередь, для себя, потому что я такая же часть публики, как и вы, так скажем. Второй пункт, опять не ошибся, второй пункт моего канала всегда был важный, это уважение к подписчикам. То есть я всегда был культурным, всегда всё объяснял в детали, пытался угодить всем, даже тем, кто был груб немножко, но критиковал грубо, к ним хорошо относился, к простым критикам хорошо относился, к простым подписчикам хорошо относился. Старался играть с подписчиками, всегда стараюсь отвечать всем, будь то контакт, будь то e-mail, будь то даже смс, будь то даже письмо, но писем не приходило. И слава богу, потому что адрес у меня сейчас поменялся. Но суть в том, благодаря этим двум правилам в итоге я не делал то, что мне не нравится. Знаете почему? Потому что было бы всё ненатурально. Это, во-первых, неуважение к себе, а так как было бы ненатурально, скучно, наигранно, это было бы и неуважение к подписчикам. Так что так, две минуты, чтобы сказать одно предложение, я размалзывал по тарелке, тавтологии немного по экранчику, так всему так. Но не суть, просто пытаюсь опять же быть детальным и откровенно честным. Дальше немного отходим к теме, я бы хотел напомнить тем, кто новый на канале, потому что давно это не упоминал, что это за полосочки у меня на иконочках. Но скорее всего тут, я не знаю, как повернёт в итоге камеру. Бывают жёлтые, бывают красные, бывают зелёные. Так вот, ребята, кто новый, кто не знает, это не просто украшение, а красная полоска. Это Destiny, жёлтая полоска, это блок какой-то, болтовня там об Англии. Или даже вот это будет, скорее всего, жёлтым, потому что это хреновость. То есть жёлтая, зелёная, это если, у меня кто-то подвигает, экран потух, зелёная, это если проект ещё не одобрен, он свежий, то есть он ждёт свои полоски. Например, был ордер летсплей, они вообще не прокатили. Обидно, конечно, но не понравилось, так не понравилось, у меня тоже немного притухло, потому что летсплей делать по часу и более синглплееровской игры, люди не очень это любят. На Западе они более к этому привыкли, к таким длинным летсплеям, а у нас ещё столько Майнкрафт, мультиплеер и так далее, а проходить так игры, ну, в России и в СНГ, и вообще в русскоязычном сообществе, это ещё не так сильно прокатило. Поэтому, например, зелёный, у ордера не будет своей собственной полоски, только зелёная. Синяя, это МТГ, белая, это Рейнбоу Сикс и так далее. Ну, то есть суть понятна, то есть полоска, чтобы людям было легче сразу же видно. Ага, красная, Destiny, я люблю Destiny, я посмотрю Destiny. Если это там синяя, фу, МТГ, не нравится мне МТГ, и закрыл там, и не пошёл смотреть, и не поставил дизлайки, не написал грубый коммент, и не потратил своё уже время. Ну, теперь вернёмся к главной теме. Что делать? Вот тут я хочу наладить контакт. Мне, ребята, вот сейчас конец года, прошло много времени, прошло сколько месяцев? Девять, десять, десять, по-моему, месяцев с начала активного такого канала, потому что канал у меня, да и давно там ничего не происходило, но где-то девять месяцев прошло с активного начала и бурлений. Мне бы хотелось узнать, ребята, вот конец года, что бы вам хотелось увидеть на канале? Мне очень интересно, потому что я делаю, вы смотрите, и у нас вот такая получается отношение, и мне интересно, понимаете? У нас как муж и жена, то есть я просто хочу, что-то вот так притихло, и знаете, сел так, Жена, давай поговорим, а не то, что жена с одним пёхается, мужик с другим пёхается, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и прочее. То есть я хочу узнать, что бы вы хотели. Какие игры? Я в Симпень вы хотите многие, не так много, как раньше, потому что было где-то 600, потом это всё притухло. Сейчас я всегда смотрю, кто что интересуется. Сейчас только где-то человек 200 любят Destiny, но всё равно большой процент, поэтому я понимаю, что вы хотите Destiny. Но я не делаю Zura. Почему? Потому что есть такой канал Triple Vibe. У ребят большая команда, классный монтаж, качественно, и у меня такая тоже политика, либо делать идеально, хорошо, лучше, чем другие, либо вообще не делать. Я не вижу смысла делать две одинаковые вещи, даже если кому-то нравится моя больше, чем Triple Vibe, или наоборот. Ребята делают классный контент, и удачи им во всём. Другое же, не всегда хватает времени. То есть, сами понимаете, давненько у меня не было длинных видео или чего-то ещё, только сейчас пошло. Почему? Потому что, опять же, Рождество, выходные, поэтому из времени я сразу начал выплёскивать всё, что накопилось, знаешь, энергия, вся эта... А так вообще Destiny это обширная игра, и по ней очень трудно делать. И говорю, многие вещи сейчас делают другие каналы, например, Triple Vibe, кто делает это классно, и заставлять себя я не хочу, и делать что-то плохое я тоже не хочу. Либо качественно, откровенно, ярко, либо никак, так скажем. Но Destiny выходит. Также есть другие игры, Rainbow Six и так далее, но, как говорю, скажите, какие игры вас интересуют. К этому перейдём чуть попозже. Стримы. Вот я сделал по Destiny пару стримов. Просмотры сразу же подскочили. Люди, опять же, начали писать приятные вещи, начали смотреть, комментировать и так далее. То это было приятно. Причём стримы прокатывают абсолютно по всему. Будь то Rainbow Six или Destiny, неважно какая игра, стримы людям нравятся. Ведь что бы вы хотели увидеть в этих стримах? Если вы хотите вообще видеть стримы, потому что, мало ли, кому-то это не нравится. Например, я не любитель стримов. Потому что это с большого времени и так далее. А что сейчас происходит? Я записываю стрим с YouTube, его закидываю, бам, и всё. Там по 2-3 часа. В том-то и проблема стримов. Но люди смотрят, людям нравится и так далее. Я, в принципе, не прочь. Но что бы вы хотели увидеть? Например, ух ты, 7 минут. Я бы вообще хочу постараться. Вот записал, например, стрим. Какие-то интересные моменты произошли. И я хочу выложить сразу же комментарии со временем интересных моментов. Чтобы тот, кто не хочет сидеть, смотреть 3 часа, это большой процент людей, могли бы щелкнуть на конкретные интересные моменты. Посмотреть, посмеяться или удивиться. Или ещё что-то. То есть, по-моему, классная идея. Но хотелось бы что-то ещё. Как это всё бы раскрутить? В общем, что вы хотите видеть среди игр? Что вы хотите видеть среди стримов? Дальше. Будущее. Моё личное будущее. Однозначно будет игра No Man's Sky. Но это не скоро, ребята. Но это однозначно будет вообще просто как пить дать. Будет Наруто. Знай, не любите вы аниме. Но поверьте, я постараюсь как-то что-то продвинуть. Потому что файтинг здоровский. Даже если вы не любите аниме. То есть, я не играю в остальные аниме-игры. Потому что они откровенный шлак. Даже если само аниме, к примеру, хорошее. Игра обычно входит в дерьмо. Но Наруто отличный файтинг. Потом Арк. Когда выйдет. Если выйдет на PlayStation. Тоже классная survival игра. Интересная и прочее. То есть, вот такого рода игры. То есть, постараюсь сам. Есть, конечно, ещё и другие игры. Mortal Kombat до сих пор актуальны. Анонсировали Combat Pack 2. Нет у меня Mortal Kombat. Я просто перечисляю идеи. Классно, по-моему. Очень интересно. Короткие ролики можно записывать. Например, так же в онлайне. Весёлый. Бам-бам-бам-бам-бам. Там руку сломал. Ха-ха. Смотри. У него кровь хлещет. Как смешно. Люблю, когда люди умирают. И такие, то есть, весёлые моменты. Не очень весело прозвучало. Потом дальше, например, спортивная. Например, НХЛ. Я люблю хоккей. Мне нравится хоккей. Интересные матчи в онлайне. Чиф-чиф-чиф-чиф-чиф-чиф-чиф. Смотрите. Бш-ш-ш. Там кто там? Блин, овечки. И снова промазал я овечки. На подходе черепь кому-нибудь крошит своей каской. И такие и так далее вещи. Но что бы хотелось лично увидеть вам? Что вы хотите от канала? Блоги. Некоторым блоги нравятся, например. Только непонятно. Когда моя физиономия в блоге, она набирает много лайков, комментариев. Мне люди пишут. Записал, постарался что-то сделать более красочное, более насыщенное, сочное. Поехал в Лондон, снял. И как-то отзывов и откликов гораздо меньше, чем это. Я просто включу камеру, сижу и болтаю. По-моему, если я просто включу камеру, буду сидеть, так... Будет больше отзывов, чем, например, какие-то большие блоги. То есть даже если вы просто болтовня или хреновости, что бы вам хотелось? Уже почти 10 минут. Надеюсь, вы в это время кушаете. Если не кушаете, вы просто тратите время зря. Но в любом случае, спасибо. Дальше возможности. Пух, надеюсь, мне времени хватит на камере, точнее памяти, чтобы все это сохранить. Так вот, постараюсь быстрее говорить. Малахов, Малахов, большие окна, большие окна. Ой, большая стирка, хрен с ним. В общем, вот я не выпускал. Где-то середина ноября до нынешнего момента видео почти никаких. Каких, я объяснял, переезд, работа, но это все отмазки, все это нахрен сдвинем. Но это не значит, что не думал о будущем. Например, на день рождения я получил вот такую штуку. Эта штука, это карта записи. То есть даже если меня подведет интернет, а вы знаете, что у меня сейчас очень плохой интернет, потому что живу в маленькой комнате и прочее. Ах, хрен с ним. Благодаря этой штуке я смогу записывать даже из плохой интернет. Те же стримы и так далее, не нагружая сам интернет. Как делать этот Twitch или тот же YouTube. То есть не всегда могу стримить, не всегда могу сохранять. Иногда могу... Такое лагание и так далее. То есть это все нафиг не надо. То есть это вот мне брат подарил на день рождения. Это тоже прикручу. Также даже тот же интернет. Я мучился долго, но прикупил вот такой вот роутер. Там видите, такая коробочка на земле. Я не знаю, как-то... Ой, простите, некрасиво получилось. Вот это вот сейчас наведу курсор свой. Вот это вот фигня маленькая. Это тоже усиливает интернет. Как-то постараюсь, может, камеру, чтобы лицо записывать и прочее. Даже сейчас снизу записываю, потому что у меня нет места. То есть комната реально очень маленькая. Захламлена, но не потому, что я такой быдлый бомж, а потому, что просто нет места вещам. Комната 2х2. И это не преувеличение. Там комната 2х2. Не, она действительно 2х2. То есть если я вот так вытяну руки и лягу по диагонали комнаты, то есть вот квадратная комната, лягу по диагонали, я буду доставать до обоих углов. То есть она очень маленькая. Как бы это камеру присобачить, или там даже, чтобы в стримах лицо было видно. Это такое непростое решение. Но мне сама комната, то есть в принципе размер комнаты пофиг. Размер не важен, как говорится. Важно, как ты его применяешь. Так что, ну вот, конечно, интернет и вот это вот локации и прочее. Все это, к чему это веду, вот этот именно пункт, к тому, что я над всем этим работаю. И технически, и с точки зрения локации, и скорость интернета, и качество. Я над этим всегда работаю, даже когда не записываю стримы и вообще видео. Почему? Потому что канал мне интересен. Это мое хобби, я над ним работаю, даже когда нет никакого материала. Так что, в этом можете быть уверены на все 146%. Какая политическая тонкая шутка. Ну и в конце я хотел бы, вот сейчас опять комп поправил. Простите опять же за ракурс. В конце я хотел бы сказать, что, ребята, это не новогоднее видео. Это просто предновогодний такой диалог. Я хочу начать диалог там. Поставьте палец вверх, подпишитесь. Но главное, комментарии. Скажите, что вы хотите. Скажите, почему вы до сих пор подписаны. 700 человек. И кто может, просто напишите. Если вы не зарегистрированы, хотя если вы подписаны, вы зарегистрированы. Но напишите в комментариях. Не можете в комментариях, просто вконтакте напишите. Мне просто интересно, что вы ждете. Что вы сейчас цените на канале. Что бы вам хотелось увидеть. Какую-то игру. Какой-то фильм. Какие-то блоги. Может какие-то идеи у вас есть. Например, там отрезать головы в прямой трансляции. А нет, это уже на канале ИГИЛа есть. Ладно, какая-то черная шутка. Но вот видите, я не подготавливаю никаких сценариев. И вот такие вот. Все это на эмоциях. И такие вот черный юмор. Бывает сексистский, российский. Но не потому, что я такой плохой человек. А потому, что это все именно натурально. Сейчас даже потеет тоже натурально. Но близко показывать не буду. Это уже не уважили. Но несу бред какой-то. Потому что не подготовлен, но искренне. Я всегда стараюсь быть искренним. Так что давайте просто наладим диалог. И до конца года, пожалуйста, скажите. Просто ваше мнение. Можете что сказать? Плохое или хорошее. Или идеи какие-то и прочее. Я всегда всему рад. Ладно. Уже и так идет 15 минут видео. 14. Ну, я с расчетом на будущее. Что сейчас займет. Это до свидания, товарищи. До свидания и прочее. Такая ленинская мишура. В общем, спасибо за внимание. Хорошего вам года. Еще, думаю, видео выйдет до конца года. Спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok